День добрый, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания ProPressForex. Сегодня у нас пятница, 11 июля, и мы начинаем вебинар, ежедневный обзор валютного рынка. Начнем по традиции с календаря событий. Сегодня, к сожалению, не ожидается публикация интересных отчетов. Сегодня у нас будет опубликована макроэкономическая статистика, однако она, скажем так, не совсем, которая не сможет оказать сильного влияния на динамику оптировок основных валютных пар рынка Forex. И поэтому мы переходим сразу же к обзору пары евро-доллар. В паре евро-доллар сейчас наблюдаются качели, есть позитивные моменты и у буков и медведей. На стороне медведей выступает коррекция на фондовых площадках. У нас снижаются фондовые рынки и в Азии, и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. И также снижение кросс-курса еврофонд. Кросс-курс еврофонд до этого корректировался наверх, и теперь у нас наметилась нисходящая тенденция в кросс-курсе, что, скажем так, благоприятно для британской валюты и негативно для пары евро-доллар. У нас текущая котировка по кросс-курсу 79.38, и, скорее всего, кросс-курс нацелен на обновление минимального значения 0.79.15. Текущая котировка по паре евро-доллар 1.3603, то есть мы находимся на 36-й фигуре. Вчера мы немного снизились, до этого в среду мы выросли, то есть ничего на рынке, по сути дела, не изменилось. Как мы находились возле 36-й фигуры, так мы и находимся. На стороне быков по паре евро-доллар выступают два ключевых фактора. Это рост котировок золота. Если золото растет, то это негатив для доллара и, в свою очередь, позитив для пары евро-доллар. А также сокращение спрят доходности и 10-летних облигаций США и Германии. По сравнению с началом недели текущей доходности сократились. Сократились доходности как американские 10-летние, так и немецкие 10-летние. Но, тем не менее, американские 10-летние сократились гораздо больше. То есть спрят сократился, что-то уже негативно для американской валюты. Для американской валюты позитивно, когда растут доходности 10-летних облигаций американских. И спрят по сравнению с немецкими бандами, так называемыми, он расширяется. Поэтому сегодня сказать сложно, кто же возьмет верх. Как вы видите, у нас есть позитивные факторы, выступающие за рост пары евро-доллар. Но косрочный рост, на сильный рост рассчитывать не приходится. Также есть и негативные факторы для снижения котировок. Поскольку у нас в позиции фундаментального анализа тренд у нас нисходящий, среднесрочный. Поэтому, на мой взгляд, лучше пока пара евро-доллара находиться в стороне. И ждать закрепления за сильным уровнем поддержки, который расположен на отметке 1.3563. Вчера я тоже говорил об этом уровне, уровень ключевой. И как мы только за ним закрепимся, то мы сразу же пойдем на тестирование 35-й фигуры. То есть, к минимальным значениям текущего года. Минимальные значения текущего года, они расположены на отметке 1.3476. Поэтому следим за вторым уровнем поддержки. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар. С позиции анализа японских свечей у нас вчера получилась такая модель, как медвежье поглощение. У нас сначала была обычная свеча дневная. Это если смотреть на дневные графики, дневные свечки. То есть, в среду у нас была бычья свеча, вчера у нас была медвежья свеча, которая немного перекрыла эту бычью свечу. И у нас получилась модель медвежьего поглощения. То есть, анализ японской свечей у нас также указывает вниз. Однако, все равно этого пока недостаточно. Потому что у нас в идеале должны совпадать все факторы и анализа технического, и анализа фундаментального. Пока у нас фундаментальный анализ показывает нейтральный фон, есть как позитив, так и негатив. Поэтому ждем развития ситуации. То есть, как я уже говорил, уровень 35.63 является ключевым для пары евро-доллар. На этой неделе мы пытались к этому уровню подойти. У нас было минимальное значение текущей недели 1.35.65, после чего была скок в область 1.36.50. То есть, мы до этого уровня не дошли, до второй поддержки ключевой. И у нас был отскок. Поэтому по-прежнему внимательно следим за этим уровнем. А также следим за динамика котировок Роскурса Европункт. Продолжение и снижение котировок тоже негативно для пары евро-доллар. К нам поступили вопросы. Спрашивает, что думаете про отмена у КУЕ. То есть, я так понимаю, Сергей, вы имеете в виду про выход от ПРСа с КУЕ-3. И ПРС заявил на этой неделе, что в октябре он уже точно выйдет из ПРС. Сначала будут сокращения по 10 миллиардов на оставшихся заседаниях в сентябре и в июле. В июле и сентябре. И потом в октябре на 15 миллиардов, которые окончательно уже ПРС выйдет. Что я думаю по этому поводу. На мой взгляд, это позитивный фактор для американской экономики. Но с другой стороны, здесь уже фактор КУЕ, он уже заложен в ценах. То, что КУЕ заканчивается. Теперь можно смотреть на аудиторию и комментарии руководства ПРС по поводу инфляции. У нас в апреле и мае достигло целевого уровня. В мае даже его немного превысило на 0,2%. То есть, в мае в годовом уровне, в годовом исчислении инфляции составил 2,1%. Целевой уровень 2% ровно. В июне, скорее всего, тоже инфляция будет на уровне целевого, на уровне 2% или даже чуть выше. Потому что в июне росли цены на нефть. А нефть тоже важная составляющая инфляционного давления. У нее приходится порядка 30% роста цен. Рост цен на нефть также приводит к росту инфляции. Получается, 3 месяца подряд у нас инфляция будет на целевом уровне. Соответственно, нужно будет как-то все это прокомментировать у ПРС. И если мы начнем слышать позитивные комментарии, то есть инфляция возвращается к целевому уровню. Соответственно, необходимо ставки увеличить гораздо раньше, нежели чем во втором квартале 2015 года. Допустим, в первом квартале 2015 года, допустим, на мартовском заседании. У нас в первом квартале два заседания. Это в январе и в конце января и в марте, в середине примерно. И вполне возможно, мы будем слышать эти намеки, что в марте можно бы ставку повысить уже первую. И все это будет благоприятно для роста американского доллара. Мы увидим спрос на доллар и соответственно снижение пары евро-доллар, поскольку от ФРС сейчас все ожидают ужесточения денежно-кредитной политики. Пускай если не в этом году, в 2014, то в начале 2015, то от ЕЦБ, напротив, никто не ожидает ужесточения. Напротив, даже ожидают дополнительного возможного смягчения, то есть проведения ПУЕ уже в еврозоне. Это негатив для евро. И у нас получаются такие ожидания, что позитивные ожидания по доллару в отношении политики центральных банков и негативные ожидания по евро. Поэтому у нас, скажем так, в долгосрочной перспективе пара евро-доллар будет снижаться. Пока что мы застыли возле 36-й фигуры. Вот у нас такой ботовик. Но, тем не менее, как гласит закон рынка, периоды с низкой волатильностью меняются на периоды высокого волатильности. То есть у нас сейчас низкая волатильность и волатильность уже будет высокая. То есть мы ее ждем. Это первый закон рынка. Второй закон рынка гласит, что боковая тенденция сменяется на трендовые участки и наоборот трендовые участки сменяются на боковые. У нас был трендовый участок в мае. С 8 мая начался попали евро-доллар. Потом у нас весь июнь практически был боковик, как только заседание ЕЦБ в июне состоялось, мы немного упали, потом отросли на этом фоне, то есть закрытие коротких позиций, закрытие шарфов, и теперь у нас потом уже боковик, он до сих пор длил, боковик идет, уже месяц мы наблюдаем боковик, и по закону рынка участвуют в новой трендовом участке, поскольку у нас тренд вниз, соответственно, ожидаем дальнейшую исходящую тенденцию. Уровни поддержки и сопротивления на сегодня по паре евро-доллар, поддержка расположена на отметках 1.3135.63, сопротивление расположено на отметках 1.3613, 1.3650. Если, допустим, кто-то является агрессивным, то, на мой взгляд, наиболее эффективно для агрессивных игрок открывать сегодня позиции на продажу от уровня сопротивления, уровня сопротивления 36.13 и 36.50. Допустим, у нас максимальное значение дня было 36.50, то есть как раз на уровне сопротивления, а минимальное значение дня было 35.88. У нас уровень 5.6. Два пункта мы не дошли. Это еще раз подсказывает нам о том, что уровни поддержки и сопротивления достаточно хорошо работают. И в идеале лучше всего их совмещать с элементами фундаментального анализа. И если находит сильный позитивный отчет, и мы видим пробой сопротивления, то это тоже очень хороший сигнал для открытия длинной позиции. То есть мы видим пробой и также у нас позитивная новость. Пробой поддержки и у нас негативная новость, то это тоже очень благоприятно. Уважаемые коллеги, если вопросов по паре евро-доллар нет, мы переходим к следующей нашей валютной паре. Это у нас пара фунт-доллар. Британская валюта появится в возрасте 71-й фигуры и сегодня следует следить за динамикой котировок в кросс-курсе еврофунт. Техническая коррекция в кросс-курсе близится к завершению и продолжение развития нисходящей тенденции. Спрос на британскую валюту в паре с американским долларом. В этой связи наиболее эффективно открывать длинные позиции от уровней поддержки. Вчера я тоже об этом говорил, что у нас наиболее эффективно открывают длинные позиции от уровней поддержки. Вчера я выделил две поддержки. Первая – 1.7135 и вторая поддержка 1.7104. И как раз я сказал, что открываем позицию частично. На первой поддержке одной части, на второй поддержке. Это если вы агрессивный трейдер, если вы консервативный, то наиболее эффективно на второй поддержке открывать, потому что здесь больше вероятность, что все-таки пара будет все равно снижаться в 71-й фигуре. И в итоге так она у нас получилась. Минимальная цена 1.7104. То есть минимум дня он прямо точно пункт в пункт на уровне поддержки оказался на втором. И потом мы наблюдаем технический отскок в области 1.142. Даже, допустим, если бы вы открыли позицию не на втором уровне, всю целиком, а частично, половину на первую, половину на второй. Хотя я вчера рекомендовал на первом уровне поддержки 71.35 открывать меньше, но на втором уровне поддержки открывать большую часть. Даже вот если бы вы открыли, допустим, половину на половину, у вас средняя цена получилась бы 1.7123, потому что средняя цена 1.7123, она округляется немного, и 3 пункта спред. То есть 1.7123 у вас была бы средняя цена. Потом мы увидели рост чуть выше первого уровня поддержки, чуть выше 7.35. Даже вот такой небольшой частичный фикс, он бы привел к тому, что у вас было бы 20, около 20 прибыли. Если бы вы открыли большую часть именно поддержки 71.04, то у вас она была бы уже ниже. Допустим, длина были бы там 1.715. Конечно, это вроде бы немного, там 20-30 пунктов прибыли, но вы видите, что рынок очень вялый, волатильность очень низкая, и даже 20-30 пунктов можно тоже зарабатывать, и на мой взгляд пока что лучше все-таки фиксировать на такую маленькую прибыль. Потому что рынок по-прежнему вялый сегодня, как вы видите, новостей нет важных, соответственно, тоже нет предпосылов для того, чтобы всплески волатильности. Поэтому сегодня опять такая же рекомендация, открываемых поддержек. Поддержка расположена отметкой 71.04 и 1.70.84. Опять такая же рекомендация. Чутью часть можно открыть на поддержке первой 71.04, и большую часть на второй поддержке 1.70.84. Если вы агрессивный трейдер, если у вас консервативность в торговле, то наиболее эффективно открыть уход на второй поддержке 1.70.84. Фиксировать прибыли на уровне сопротивления. Первое сопротивление 1.71.35, второе сопротивление 1.71.76. Фиксировать прибыль можно либо, допустим, на уровне сопротивления и ждать, допустим, на первом зафиксировали часть, второго ждем сопротивления 71.76. Либо, когда садошла до первого сопротивления, часть зафиксировала, плос без убыток, то есть мы уже ничем не рискуем, с одной стороны. С другой стороны мы уже немного сфиксировали, То есть небольшой плюс есть, и ждем дальнейшего развития событий, ждем, чтобы плюс у нас стал побольше. Уже на все ваше личное усмотрение, у кого кости торговли, кто-то агрессивный стиль исповедует, кто-то консервативный. Поэтому здесь уже много различных вариантов, как можно действовать. Таких инструментов стоит ожидать краткосрочных движений. Сергей, спасибо за вопрос. Ну, смотрите, у нас сейчас, в принципе, скажем так, валютные пары, что евро-доллар, что фунт-доллар, они развергают для того, чтобы идти дальше по тренду. У нас по евро-доллару тренд вниз, по фунт-доллару вверх. Поэтому движения могут начаться прямо буквально на днях. Возможно, даже и сегодня, кто знает. С одной стороны, бывает так, что даже в те дни, когда новостей нет, у нас бывают достаточно хорошие движения. Такое случается нечасто, довольно редко, но, тем не менее, бывает. В большинстве случаев, конечно, когда у нас нет новостей, то и движений нет. Но это в большинстве случаев, в каждом правиле есть исключение. Поэтому движения, они назрели по тренду. Поэтому ждем, ждем, скажем так, с дня на день, с минуты на минуту. Когда точно это будет, я, к сожалению, не знаю. Если бы знал, я бы вам об этом обязательно рассказал. То есть я вам говорю именно направление, а также выделяю позиции, выделяю уровни. Как вы видите, уровни, они работают. Сама доходит до этой точки, потом у нас отскок, либо проблемы. Поэтому ждем. Присмотритесь, допустим, к фондовым индексом. Сейчас там коррекция развивается. Возможно, там также можно пошортить фондовые индексы. Потому что коррекция должна быть достаточно хорошая. На фондовые площадки Японии, Штатов, Еврозоны. И также открывайте, допустим, короткую позицию от уровня сопротивления. Построите уровни сопротивления, уровни поддержки. И смотрите, ставьте ордера на уровни сопротивления. Также частично на первое сопротивление, на второе сопротивление, на третье сопротивление. То есть не сразу всем объемом, на первое сопротивление. Открывайте и также частично фиксируйте. Доход получите, с одной стороны, такой большой. Но, с другой стороны, вы риски свои снизите значительно. И у вас будет такой сбалансированный подход. Достаточно грамотный подход в плане рисков и доходов. Опять сбалансированная торговля. Переходим к следующей нашей валютной паре. Это у нас пара доллар-японская иена. Как я уже говорил, распродажи номера в их лампаха носит свой характер. Что подтверждает наличие технической коррекции. В этой связи стоит обратить внимание на фондовый рынок США. Поскольку именно это государство является сердцем мирового рынка корпоративных бумаг. Что подтвердят именно на штаты. Если штаты растут, то и другие рынки подтягиваются. И наоборот, если что снижаются, то и другие рынки снижаются. Например, особенно стоит также отметить российский фондовый рынок. Если кто-то им интересуется, возможно, тоже кто-то приторговывает на российском рынке. То есть здесь тоже все смотрят на штаты. Поскольку именно на зарубежных инвесторов входит с порядка 75% объема торгов российскими акциями. Поэтому смотрим на американский фондовый рынок. В первую очередь там у нас был очень сильный рост. Начиная с февраля индекс прибавил вес в порядке 14%. Соответственно, нас ждет коррекция. Потому что деревья небесные растут. Коррекция это вполне нормальный процесс. Это естественный процесс. Мы наблюдали рост. Потом наблюдаем сокрытие лангов, так называемых. Длинные позиции забываются. Инвесторы фиксируют прибыль. На этом фоне мы снижаемся. Снижаемся. После чего опять нас ожидаем исходящей тенденцией. Вполне возможно, что коррекцион санаконацией. Коррекционный сценарий может развиться в область 1900. Там проходят несколько уровней. Как уровни поддержки сильной, так и уровни по коррекции Фибоначчи. Также и дектора технического анализа скользящей средней там проходят. Поэтому вполне возможно ожидать именно вот этой отметки. Раз уж там собралось все воедино, вполне возможно. Плюс еще круглый уровень 1900. Вполне возможно, что туда мы исходим. С другой стороны, возможно, мы туда и не пойдем. Коррекция будет достаточно небольшой. Поживем и видим. У нас распродажа носится в фон характер. То есть у нас есть на фондах рынков исходящий импульс. И это негативно для пары доллар-гена. Поэтому в этой связи наиболее эффективно открывать длинные позиции. Вот уровни поддержки. И открывать вот второй поддержки, которая расположена на отметке 182. Именно здесь мы можем увидеть хороший спрос со стороны фон экспортеров, которым не выгодно ослабление курса американского средства, усиление курса ценальной валюты. Поэтому если вы, консервативный трейдер, открываете длинную позицию от второй поддержки 182. Если вы трейдер агрессивный, то небольшую часть 6123 и большую часть своего торгового объема от второй поддержки 182. Сопротивление сегодня расположено на отметках 111.42, 111.60. Вчера я тоже говорил об этом уровне, 111.23, что у нас есть очень высокий риск снижения котировок именно в эту область. В итоге мы вчера даже немного пробили данный уровень, то есть от чего сна вернулась. И у нас закрытие дня было чуть выше на отметке 111.30. Сейчас мы трейдераемся возле первой поддержки 111.23, но на мой взгляд мы еще можем немного с этого наиболее эффективно все же смотреть на вторую поддержку 182. Уважаемые коллеги, здесь на слайде представлены ключевые уровни поддержки сопротивления по основной валютной паре, вы с ними можете ознакомиться. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, если они у вас есть, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. И также мы проведем два тематических вебинара. В среду, в 5 вечера, в среду это у нас будет 16 июля, в 5 вечера в Москве. Вебинар по инвестиционной платформе Plagman Invest мы рассмотрим, что это за платформа, какие она представляет для инвесторов, для трейдеров, как можно, скажем так, имея небольшой капитал, привлекать инвестиции. С одной стороны, для трейдеров интересные. Также, если вы инвестор, у вас есть свободные средства, но вы не сможете, так же можете посмотреть и на нашу платформу Plagman Invest. Мы все подробно рассмотрим, что это за платформа, расскажем, какие преимущественные недостатки есть. Также рассмотрим наиболее успешных мастеров, поискующих трейдеров. Рассмотрим, какие оферты наиболее привлекательные, как анализировать доходность данных в трейдерах, на что стоит обращать внимание в первую очередь, на какие показатели. Но все эти вопросы мы рассмотрим в среду и в 5 вечера в Москве. Приглашаю вас на этот вебинар. Следите за мной на нашем сайте freshforex.ru. А в четверг мы проведем тематический вебинар, так же в 5 вечера. Тема вебинара мифа и валюты на бронхах Forex. На валюты на бронхах Forex есть очень много мифов, начиная от того, что компания брокера выгодна, чтобы клиент потерял, заканчивая тем, что есть священная игра, которая помогает зарабатывать стабильно и безрискованно. И вот все эти мифы мы будем развеивать на нашем вебинаре в четверг в 5 вечера в Москве. Приглашаю всех желающих также принять участие. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, большое всем спасибо за внимание. Желаю сегодня всем успешной торговли и приглашаю вас на нашу.